добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радиоцентра сан гейтс начинает свои программы сегодня у нас и четверг 29 сентября время в городе чикаго 11 часов утра время на восточном побережье 12 часов дня на западном побережье лос-анджеле сан-франциско 9 часов утра ну а в москве уже 19 часов то есть 7 часов вечера и как всегда по четвергам мы начинаем нашу традиционную уже программу которая называется женская гостиная ее хозяйка анастасия хрущинская ведущая и которая сейчас представит своего гостя настя здравствуй пожалуйста миша спасибо большое как всегда вы меня так замечательно представили я прям люблю когда со мной разговаривать спасибо как бы слушала и слушала в следующий раз мы будем вот просто вот так вот беседовать с тобой да гостей у нас не будет а мы будем говорить о женщинах как говорил андрей миронов а как вы относитесь женщинами я стараюсь в этом вопросе быть шире да вот спасибо огромное в эфире женской гостиной с вами я анастасия хрущинская сан-франциско сейчас на 9 утра и у меня сегодня гости потрясающе удивительная прекрасная женщина я и сейчас вижу дорогие друзья наши радиослушатели к сожалению ее пока не видят но все кто захочет потом можно будет посмотреть нас в записи и я думаю что вы насладитесь тоже прекрасным видом маргариты балдаковой а рита здравствуйте добрый вечер а у вас времени сейчас рита с нами из города уральска я из казахстана с города уральска у нас уже 21 час отлично ну вот наша география все расширяется расширяется и я буквально пару слов представлю свою гостью сегодня маргарита булдакова у нас в гостях счастливая женщина жена мама и бабушка я не могу поверить в это да потому что если вы видели наш анонс то вообще сложно поверить что маргарита бабушка да не верю хотя я понимаю что это возможно маргарита основательница женского клуба гера автор и организатор фестиваля к лучшей версии себя ведущая программ велнос и детокс сексуальности женское здоровье лунный дизайн года инструктор йоги интим практик и ведущая энергетических практик и коуч консультант ну я рита я просто в ну реально воодушевлена и поражена тем как вы много всего успеваете и на самом деле я очень сильно приглашала маргариту в нашу программу путь йоги которую я веду по понедельникам но из-за того что маргарита ведет занятия мы с ней в общем решили что мы для женщин поговорим на и наша тема сегодня сексуальное женское здоровье а сексуальность точнее говоря не сексуальное женское здоровье а сексуальность и женское здоровье я бы хотела конечно маргарита вас попросить немножко о себе конечно рассказать в первую очередь а потом уже мы перейдем к теме нашей беседы почему и вот так вот такой набор да я вижу что вы очень много женский женскими практиками занимаетесь как вы к этому пришли в общем вам слово я пришла к этому через йогу опять же так как я обучалась в академии йоги в казахстанской у нас такая йога была более аскетична у нас духовный учитель был серьезный давал нам практики такие серьезные и больше конечно такой все таки а потом в результате поняла что йога это в том ракурсе такая какая она есть это все таки мужской путь мужской путь развития потому что бесконечные аскезы выход из комфорта все таки женщина такое существо что если постоянно она вас кезах находится и постоянно выходит из зоны комфорта и ее психика не всегда это выдерживает вот и занимаясь йогой я потом увлеклась даосскими практиками и я поняла что включая в свою личную практику даосское направление я стала даже лучше понимать йогу чисто в энергетическом плане и даосское направление такое более мягкое но все-таки если у меня характер такой целеустремленный немножко мужской а вот и вот эти два направления совмещая еще потом в дальнейшем тантру я включила в свою индивидуальную практику уже потом стала практиковать его вместе со своими девчонками а вот и когда я вот так скажем из разных направлений всего по чуть-чуть взяла я тогда поняла что вот здесь вот такая общая картинка получилась что все таки если брать хатха йогу это немножко один путь если брать это кундалини йогу ну если школы йоги бхаджина это другой путь тантра немножко схожи ну в моем понимании да именно в практиках с кундалини йоги йоги бхаджина школы а вот и даосское направление такое мягкое когда вот это вот все я немножко в себе перемешала тогда я поняла что вот это мое это мое и не это нравится именно пользоваться теми практиками которые работают из всех направлений и своих практиках опять же да на своем личном опыте я поняла что если что-то тяжелое делать для этого нужно время для этого нужно какие-то неимоверные усилия а так как мы женщины очень социально активные все у нас дети у нас мужья у нас в казахстане родственники это очень важно для мусульманской страны да а вот женщина просто-напросто не может идти вот и долго выполнять одно и то же чтобы достичь результата а когда женщина вот женский он какой он же постоянно болтать ей то нравится это я уже сужу по себе да а вот а когда женщина сегодня практикует одно завтра другое сравнивает какая практика больше подходит то она все равно что-то в свою жизнь возьмет и я из своего опыта увидела что самые легкие самые простые практики дают неимоверно хороший результат нашей жизни во первых потому что его ли это легко выполнять это реально выполнить и наполняет энергией здоровья тоже сексуальностью точно так же как какие-то сложные практики для которых нужно прям время место так скажем и обстоятельства определенный настрой я вообще склонна к тому чтобы некоторые практики выполнять прям рядом с плитой я так своих девчонок вот это здорово вы с нами сегодня обязательно поделитесь мы уже обсудили что мы чего-нибудь дадим нашим радиослушателям обязательно я с вами совершенно согласна потому что вообще компиляция когда ты много всего изучаешь это очень важно потому что человек индивидуальный он уникален абсолютно и кому-то что-то подходит кому-то что-то не подходит и когда вот я сама как человек изучающий аюрведу достаточно глубоко и я абсолютно с этим согласна потому что вот это уникальное сочетание дож в организме аюрведическое оно не повторяется да вот оно только такое и только и только у тебя и поэтому всегда нужно что-то подбирать что-то пропустить через себя и обязательно вот это вот проработать систему вот поэтому я просто двумя руками с вами и абсолютно разделяю ваше мнение и конечно же наша программа для женщин и о женщинах и конечно тема женского здоровья это крайне важно даже она связана с сексуальностью вообще что такое сексуальность для женщины ну я вижу сексуальность это когда женщина с блеском в глазах и она не в зависимости от того модельна у нее внешность или нет она просто привлекательна и она притягивает взгляд окружающих людей это не должна быть там дикольте это не должна быть короткая юбка это просто должна быть наполненная женщина для меня такая женщина сексуальна такая женщина может быть и в 70 лет интересно мужчине такая женщина и в 25 можно может быть интересно что глаз не оторвешь просто много уже примеров да и что касается сексуальности почему я выбрала тему сексуальности женское здоровье вообще в своей практике потому что женщины очень мало внимания обращает на свое женское здоровье я с этим сама столкнулась практикуя йогу вроде уже являясь инструктором интимной йоги интимной йоги я сама так как бы назвала свои занятия чтобы было более понятно а так я инструктор даосских интимных практик если так длинно и уже столкнувшись с тем что я практиковала я была инструктором имела какой-то опыт у меня в определенный момент вдруг по-женски все так радостно воспалилась наверное я последние лет 15 вообще как бы не страдала вот такими проблемами но настал период в моей жизни да когда видно высшие силы должны были мне показать что вот на это направление мне особо надо обратить внимание почему потому что когда говоришь женщине о женском здоровье она не будет практики делать а когда говоришь женщине что эти практики принесут те сексуальность и дадут энергию для новых возможностей тогда женщина практикует как один из моих учителей говорил всегда главное знание завернуть красивую обертку вот когда я говорю слово сексуальность я подразумеваю энергия и здоровье женское потому что практики одни и те же во всех случаях что возьмете вы просто йогу для здоровья будете выполнять практики да что для женского здоровья что для интимных практик вот практики простые легкие выполнения не требующие никаких временных затрат вы просто включаете ту самую кнопку до пуска которая внутри женского организма до находится внутри нашего сознания которая как раз вот срабатывает вот этот красный флажок да о сексуальность да я пожалуй по хочу этого но на самом деле в принципе проблемы сексуальности в современном мире при том что сейчас про секс да вот мы как бы если отвлечемся от сексуальности женской то есть сейчас это все открыто да если мы возьмем там 30 лет назад а то как наши мамы к этому относились я уже не говоря про то как наши бабушки относились да то есть это было под запретом и огромное количество психологов психотерапевтов говорят о том что раньше конечно гораздо меньше женщин обращались к ним за помощью а сейчас тема некоторым образом открыто то есть они принято говорить публично здесь вот мы в америке живем здесь вообще считается вообще никаких никакого никакого интимного стыда это даже скорее мы в том да иметь интимный стыд а то все должно быть на показ все должно быть доступно обо всем говорим открыто но при этом на самом деле статистика я вот посмотрела статистику и американская статистика и российская статистика говорит о том что 80 процентов женщины не удовлетворены сексуально и на самом деле я понимаю прекрасно эту связь и понимаю что это значит что они в общем не здоровы потому что они тем самым подавляют свои внутренние проблемы да как раз вот неудовлетворенный свое потому что сексуальная неудовлетворенность она несет неудовлетворенность в жизни она несет неудовлетворенность вообще во всех вопросах, настроение сразу плохое, и все, все на свете. Ну и, соответственно, наше ментальное состояние, оно является отражением нашего здоровья, и мы начинаем болеть. Что делать? Как нам быть? Я как инструктор по йоге скажу сразу. Во-первых, надо заниматься своим телом. Это, ну, я не фанат только йогой, я не буду говорить, что занимайтесь только йогой, вы будете здоровы, вы будете энергетически сильны, вы можете заниматься любыми практиками, любые восточные направления, также любой фитнес, оно, опять же, если вы даже на беговой дорожке будете осознанно бежать, осознавая свое дыхание, осознавая, как наступают ваши стопы на поверхность дорожки, это уже будет для вас йога, вы будете в парке гулять осознанно, осознавая зелень, там, если на берегу реки, слыша шум воды, течения, слыша, как поют птички, все, это уже осознанность, и это уже йога. Ну, для меня это йога уже. Вот. И важно, чтобы наше женское тело, так же, как и мужское, было, конечно же, прокачано энергетически, потому что у нас тело забито из-за вообще малоподвижного образа жизни. Я, насколько знаю, все равно в Америке поактивнее, да, уже больше внимания своему здоровью уделяют, больше на фитнес ходят. Так как я живу, так скажем, в глубинке Казахстана, да, на границе с Россией, у нас, вот, это город, в том, я здесь недавно живу, вот, здесь вообще слово секс немного шокирует. И если даже приедет российский, например, инструктор и будет нашим девочкам вот, казашкам объяснять, он может даже ранить психику. Тут важно это все хорошо преподносить. Я думаю, даже американские все равно женщины особо не отличаются, да, от любых женщин. Абсолютно. Да, открытость, это все как бы естественно, но в то же время, когда касается уже действительно своего внутреннего состояния, многие женщины вовнутрь уходить не могут. И они не могут свою голову отключить во время секса. Они ложатся в постель, думают о том, изготовлено ли кушек. Ну, я бы так, варианты. Либо там, какая завтра встреча у меня будет, а что мне подруга сегодня сказала, как мне там начальник, может быть, отчитал. И женщина, занимаясь даже сексом, она не может отключить голову и уйти в свое тело. А только когда мы возвращаемся в тело, возвращаемся в свои истоки, да, тогда мы только можем хотя бы прочувствовать. Еще я такую статистику слышала, тоже западные ученые сделали ее, что соединили женщин к датчикам, вот, и женщина во время полового акта испытывала оргазм, вот, по всем датчикам, вот, все там были симптомы того, что она оргазм испытала, но она говорит, что она оргазм не испытывала. Вот настолько женщины нечувствительны, что даже они просто, когда говоришь женщинам, сожмите интимные мышцы, да, мышцы таза во дна, иногда они просто даже не чувствуют, да, в начале практики, а потом уже со временем прорабатываются. Но это, конечно, не касается молодых девчонок, все равно у них чувствительность более-менее еще повышена, потому что они подвижный образ жизни живут. А что касается женщин после 35, то я думаю, там уже очень много каких-то бытовых вопросов на них навалилось, навалилось очень много проблем с детьми, там с мужем, еще что-то, на работе опять же, да, и женщина вообще вот эту сферу, я так предполагаю, включает даже потому, что она просто физически устает. Физически, ментально, что уже доходишь до кровати, какой секс, чисто механически, лишь бы мужчину удовлетворить, а уже не думает о том, чтобы получить самой какие-то приятные ощущения. Но это мое особого личное мнение, и я просто отслеживаю, смотрю, как женщины живут, и вплоть до того, что мне в компаниях мужчины, зная, что я веду практики, они уже говорят, что ты, говорит, мою жену маучи, я говорю, в смысле, один вообще сказал, что полгода сексом жена с ним не занималась, второй сказал, что мы год уже с женой не спим, я пожу к любовнице и ей по барабану, но представьте, это только двое мужчин мне сказали, то они были выпившие, это видно было, как, ну, наболело, да, а представьте, сколько таких женщин, которые просто не хотят заниматься сексом, мало того, что сейчас еще и очень много женщин, у которых ранний климакс, ну, как у женщины там в 36-37 лет может быть климакс, это тоже сейчас проблема у женщин. Не, ну, это физиологическое нарушение, это вообще ненормально абсолютно, да. Вот, поэтому очень много таких, так скажем, проблем, но все-таки, я думаю, они, опять же, из-за установок из детства, которые пришли, да, из-за нашей социальной активности и нежелания вообще погрузиться вовнутрь себя, потому что вовнутрь себя, когда погружаешься, и если в жизни не очень все хорошо, то этого многие не хотят делать. Вот, я просто обратила внимание, что работая с женщинами, когда мы начинаем глубже в программах уходить вовнутрь, и женщина понимает действительную проблему, там, лишнего веса, либо из-за того, что у нее не складываются отношения с мужчинами, то они многие, ну, немногие, просто в моем опыте, что, которые не готовы принять, что она живет как-то неправильно, и что действительно она там в детстве сказала себе, ну, мужчина, парень обидел, и она внутренне сказала себе, что я не хочу больше такой боли, да, и она просто-напросто стала набирать вес от этого, и когда она осознала это в медитации, да, ей было больно, она просто перестала вес снижать, потому что она была не готова к изменениям, к таким, поэтому тут очень много тонких нюансов, и каждая женщина это индивидуальность, каждая женщина это вот как цветочек, нету одинаковых цветков, и важно, чтобы женщина сама себя поняла, сама себя открыла, да, потому что сексуально-энергичная женщина, здоровая женщина, это как магнит, магнит для притяжения удачи, магнит для притяжения мужчин, там, денег, вот все, что хотите, когда вы здоровы, с полной энергии, и радуетесь жизни, счастливы, то тогда на это счастье слетаются вот как пчёлы на мёд, да, все же люди хотят разделить с тобой счастье, а если ты болеешь бесконечно, у тебя плохое настроение, ты унылая, угрюмая, там, недовольна окружающим, постоянно жалуешься, да, с такими людьми неприятно общаться, но это моё такое мнение, и практики, конечно, они помогают, люди опять же разные, кто-то через голову, да, понимает, кто-то через тело, мне больше телесно-ориентированный подход нравится, потому что я уже осознала, что только меня, вот работая с телом, ну и, конечно же, меняя сознание, то уже автоматически в жизнь приходят перемены, только, ну, я думаю, вы тоже с этим столкнулись, только начинаете там медитировать, опять же, там, либо энергично чем-то заниматься, энергия увеличивается, да, и возможности во много раз усиливаются. я совершенно согласна, и вот мой следующий вопрос, он связан с тем, что какие болезни нам грозят, да, если мы не будем заниматься своей сексуальностью, своей привлекательностью, потому что вы, как человек практикующий, опытный, вы наверняка знаете, что, какие вообще последствия, потому что предупрежден, значит, вооружен, потому что для кого-то это может послужить сигналом, ага, мне, значит, тоже сюда надо. Во-первых, я не врач, да, вот что касается... Ну, неважно, да. Да, там такой большой список болезней, что мне, когда начинают женщины говорить, я даже некоторых не знаю названий, вот иногда бывает, женщины приходят и начинают такое число, как будто они хвалятся своими диагнозами, у кого диагноз круче, у кого там название по такое, по неизвестнее. Вот, я больше, конечно, склоняюсь к тому, чтобы пропагандировать здоровье, да, здоровый образ жизни. И самая первая, многочисленная, такая не первая, очень важная проблема, с которой женщины сталкиваются после 40, это непроизвольное мочеиспускание, в тот момент, когда они чихают, кашляют, смеются. Это проблема очень многих женщин, они этого стесняются. Естественно, да, это очень некомфортное, неудобное состояние. Просто у меня были клиентки, которые уже вплоть до того, что там за 50 они просто ночью просыпались, и они не контролировали свои мышцы, если они захотели в туалет, они не добегали. Днем вроде они более-менее, когда, ну, двигаются, контролируют, а ночью они просто вот не добегали до туалета. И это, я думаю, очень важная, одна из важных проблем, да. Во-вторых, опять же, вот эта вялость наших мышц, влагалища, промежности, оно еще и ведет к опущению матки, да, влагалища. Мы, опять же, не чувствуем удовольствия во время секса, и мужчину мы не можем удовлетворить. Тем более, с возрастом мужчина тоже не начинает, так скажем, у него эрекция тоже немного угасает, да, и нам, если мужчина слабая эрекция, нам надо наоборот своими мышцами помочь ему, да, а не так, чтобы у вас все не очень хорошо, мужчина тоже не молодец ваш с каждым днем, и вот здесь вот начинаются проблемы. Мужчина старается пойти за угол, так скажем, налево, чтобы там его другая женщина возбудила, и, конечно же, для мужчин женщинам секс не так важен, а вот мужчинам это одна из главнейших, наверное, задач удовлетворить женщину, но женщины почему-то ну вот как-то воспитаны, что хотят показать себя какой-то мастерицей, да, во время секса, там хотят часто женщины, особенно при первой встрече, прям чуть ли не все сексуальное мастерство, да, преподать мужчине, мужчина даже иногда пугается этого, здесь важно по чуть-чуть, вместе, шаг за шагом открываться друг для друга, и если вы в какой-то, если вы хотите, да, получить даже оргазм, вот, то лучше натренироваться этому в одной какой-то позе, да, изучить себя в одной позе, а потом уже переходить к другой позиции, чем вы тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, и не получили ничего в результате, но это мое тоже такое личное мнение. У меня вообще складывается впечатление, особенно в западной цивилизации, и вообще вот эта маскулинская вот эта энергия, да, у нас большинство женщин, они считают, что свое собственное удовлетворение, свое удовольствие, это вторично, да, наша основная задача это удовлетворить мужчину, я не собирала статистику, откуда это пошло, возможно, что, ну, может быть, это именно как раз идет от того, что у нас все-таки более превалирующее мужское общество было исторически сложено, да, в нашей стране, я имею в виду СССР, да, мы все-таки все, мы с вами родом еще из Советского Союза, да, когда последствия Великой Отечественной войны женщины вообще бы хоть какого мужичка получить, да, и, соответственно, его удовлетворить, поэтому, в общем-то, многие женщины, я тоже с этим в своей собственной практике сталкивалась, они вообще не знают о том, что, и не думают о том, что вообще первостепенная задача мужчины, то, что мы, опять же, с вами знаем из восточных практик, вообще мужчина, его задача в первую очередь удовлетворить женщину, и, извините меня, не эрекционировать, да, не получить удовлетворение, а именно просто положить все на то, чтобы женщина была удовлетворена, и многие мужчины об этом забывают, и им об этом надо сообщать, вообще говоря, вот, я не знаю, вы согласны со мной? Я полностью согласна с этим, но вы знаете, когда я проводила вебинар с Юрием Резником, у нас была вот эта программа сексуальность и женское здоровье вместе, то я обучение проводила с ролью в позиции женщины, практика, он с позиции мужчины объяснял все-все-все, отвечал как мужчина, честно же, на вопросы, и даже он нам говорил, что это важно, да, мужчине очень важно, чтобы вы получили оргазм, и что каждый мужчина знает, когда вы оргазмируете, когда нет, но даже если мы женщины имитируем оргазм, то, конечно же, они чувствуют, ну вот, чтобы их самооценка не упала, там, достоинство не понизилось в их же глазах, они принимают это вот, ну, просто это игра, я считаю, это игра, вот, и даже считается вот по статистике, что каждая, если у женщины из пяти половых контактов один раз был оргазм, то это часто оргазмирующая женщина, представляете, пять раз, это сколько надо сексом заниматься, чтобы хотя бы один раз, это у среднестатистической женщины хотя бы один раз был оргазм, чтобы она его ощутила, так что женщины в этом плане, конечно же, очень обделены, мужчинам в этом плане полегче, конечно же, опять же, да, много кушаем на ночь, питаемся неправильно, опять же, вот это вот ментальное беспокойство, физическую нагрузку все не даем, и, конечно же, что касается еще нашего тела, это очищение, важно очищение, и если это говорить о гинекологии, то, конечно же, это, ну, самое простое, что может быть, это клизмы, да, ну, говорю, как есть, вот, и важно, чтобы наш кишечник был чистый, и если наш кишечник чистый, не только по гинекологии у нас будет улучшение, когда мы начнем даже программу на очищение делать или что-то еще, а у нас будет еще и улучшение вообще общего состояния нашего организма, вот, поэтому важно женщине еще умение расслабляться, вот, состояние расслабляться, это не от слова слабость, да, а именно расслабляться от слова релакс, в йоге это шавасана, в йоге также есть йога-мидра, вот, йога-мидра, я бы, наверное, каждой женщине прописала каждый день делать, она занимает, там, 20-25 минут, но это тотальное расслабление и тотальное, действительно, эмоциональное успокоение, ну, вы вообще практикуете, Анастасия, йога-мидра? Да, да, конечно, я не случайно веду еще одну программу путь йоги, да, поэтому для меня это вообще не пустой звук, конечно, ну, может быть, нашим слушателям надо пояснить подробнее, да, потому что не все, ну, не все находятся на таком же как бы уровне знаний, как мы с вами, поэтому, возможно, было бы интересно подробнее немножко рассказать. Ну, йога-мидра, если это в двух словах, не углубляться никуда, это психический сон, это вы на 20 минут, на 25 минут ложитесь, слушаете определенный текст, либо самостоятельно произносите этот текст себе, расслабляете все части тела, и еще там возможны различные визуализации, различные там внутренние мысленные, да, прочтения мантр, там можно на чакре медитировать в это время, а можно просто заснуть. это, это опять же тоже не возбраняется, но заснули, так заснули, но когда будут последние слова ведущего, вы обязательно проснетесь, вы уже не сможете дальше спать, и 20 минут вот такой практики йога-мидра заменяет двухчасовой полноценный ночной сон, и часто женщины, вот, когда обучаются у мужчин, я просто обратила внимание, что женщины вообще тотально все принимают, вот учитель сказал, значит, так и делает, потому что я этот путь тоже прошла, и получается, что женщина взяла знания у мужчины, начинает применять, вроде делает, как сказал мужчина, как сказал учитель, тот же духовный учитель, а внутренняя идет нестыковка, как это вообще проявляется, да, в жизни, в виде раздражения, какой-то гневливости, злости какой-то внутренней, просто потому, что мы начинаем делать, что нашей природе не свойственно, да, обычно, если вы возьмете йогу, аэрумеду, днем сон не рекомендуется, да, Анастасия? Да, конечно, да, потому что сон увеличивает капху, ну, если у вас нету показаний для этого, то дневной сон, да, он не рекомендуется, но это немножко другое, все-таки, йога-нидра, это не сон в привычном понимании, да, да, я поэтому рекомендую днем женщинам отдыхать, и вот хотя бы делать йога-нидру, понятно, что если за день устала, если она на 20 минут даже приляжет, пусть без йога-нидры, пусть на диванчике полежит, а вот отдохнет, это, конечно, улучшить ее настроение, улучшить ее эмоции, да, и от этого будет только счастлива вся семья, чем мама, которая хочет отдохнуть, да, и потому что ей сказали, что днем нельзя ложиться, днем нельзя спать, вот, она будет только вот всю эту агрессию, весь негатив неосознанно выплескивает на окружающих людей, но это опять же мое мнение такое сугубо личное, это мой личный опыт, потому что я уже за собой следила такое, что иногда просто охота спать, вот, бывают разные обстоятельства, и ты понимаешь, что вроде спать днем нельзя, не полезно, а лег на 20 минут, ту же йога-нидру, либо мысленно сам себя расслабил осознанно, и все, и жизнь зацветет вторая половина дня, да, если это будет, она зацветет новыми красками, потому что мы рано поднимаемся, детей там, в школу, в садик, это же ранний подъем, еще и самой надо красиво выглядеть, да, собраться перед этим, вот, какие-то дела сделать, а если вот женщина позволит себе небольшой отдых в течение дня, я думаю, ее жизнь только улучшится. Я абсолютно согласна, и я всегда своим клиентам рекомендую, что нужно всегда находить полчаса для себя, причем это действительно должны быть такие полчаса на свой собственный отдых, на то, что ты восстанавливаешься, на то, что ты как-то вот именно заряжаешься, потенциал свой, чтобы у тебя какая-то энергетическая подзарядка была, то есть это не просто то, что ты там посмотрела телевизор, условно говоря, или, не знаю, иногда телевизор, конечно, или в интернете ты посидела, посерфила в интернете, между сайдами написала подружкам ВКонтакте или в Фейсбуке, а именно какая-то осознанная практика в течение дня должна быть обязательно для себя, то есть вот эти полчаса в день нужно всегда находить, и тогда, в общем, здоровье действительно улучшается. Я эту практику даже называю, вот в моем понимании, да, вот если вы, я своим девчонкам всегда говорю, делайте хоть что-то, хоть что-то в течение дня, не обязательно это будет супер там нагрузка физическая, может быть, вы просто посидите там, визуализируйте, да, на какое-то изображение, тратака, да, созерцание на объекте, будет, либо это будет, ну, еще что-то, прочтение какой-то мантры, молитвы, или, ну, я не знаю, там, ну, есть много, да, техник, что-то сделайте, я это всегда сравниваю, как депозит в банке, вот вы ложите, ложите денежки в банк, вот каждый день практикуете, 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 вы ложите, ложите, ложите денежки в банк, и когда наступает момент, вот, ну, всякие ситуации в жизни бывают, и вот дивиденды тогда придут, приходят тогда, когда вам это очень надо, они приходят в виде денег тех же, да, в виде удачи, в виде, там, каких-то подарков, ну, это может быть все. Главное, самое важное, это все отслеживать, потому что, как только мы начинаем жить осознанно, у нас сразу мы понимаем, вообще, причинно-следственные связи, и у нас вот это вот, налаживается вот этот механизм принятия и отдачи. У меня есть вопрос, Маргарита, вот вы сказали, вы говорили об очистительных практиках, и говорили о питании, есть ли какое-то питание, которое вот вы бы рекомендовали для того, чтобы повысить сексуальность, да, какие-то продукты, я, опять же, как человек, занимающийся аэрведой, понимаю, что все индивидуально, но тем не менее, я уверена, поскольку вы занимаетесь и детокс-программами, и питанием, ну что-то такое, чтобы можно было себе позволить, или какую-то радость, или что-то, чтобы вот именно сексуальность повысилась, афродизиаки, не знаю, какие-то такие продукты, которые нас приводят в состояние возбуждения. Ну как специалист по аэрведе, конечно, это лучше знаете, но я склонна к тому, чтобы ко всему относиться просто, вот серьезно, изучая вот серьезные вещи, я понимаю, что их для ежедневного применения надо вообще максимально упрощать, не зацикливаться, да, на тотальном выполнении, но важно, после шести не кушайте, и вы будете очень чувствительны. Ну, что рекомендуют аюрведа, йога, все восточное направление, утром кушать, то, что, ну, в течение дня кушать, то, что созревает, когда солнышко стоит на небе, а вечером кушать то, что при помощи энергии луны, да, у нас созревает, и все, это фрукты днем, зернобобовые днем, а вечером это, конечно же, овощи, сухофрукты, вот, опять же, это все индивидуально, если женщину, вот просто, я работаю каждый день с женщинами, я понимаю, что женщину, если вводить в какие-то рамки, и говоришь ей, не кушай, не кушай, не кушай, не кушай, то в результате, я это просто сама все прошла, вот маякник натягивается, на себя ограничивает, не кушает, вот любит сильно пироженки, конфетки, она ограничивает программу, она проходит, она снизила вес, она там почистила, она помолодела, и только она этот маятник отпускает, то что происходит, она начинает срочно есть все то, что видит, что ей было запрещено во время программы, поэтому, когда я провожу программы, у меня есть такое правило, 80 на 20, то есть, женщина 80% выполняет всю программу, а 20% у нее есть отклонения, если она мясоедка, и вот она понимает, что ментально, понятно, что мясо, что ешь, что не ешь, какая разница, там желудку, какая разница, что переварят, ну если вообще так упростить все, ну если упростить, да, конечно, да, да, вот, и женщине тоже не обязательно, вообще всем не обязательно есть мясо, да, но если действительно человек, тем более в Казахстане, тут, да, вот вы, кстати, живете в стране, где мясоедство, вообще просто нереально отказаться, да, это мясной культ, если мясо не будет на столе, прям на завтрак мясо, на обед, на ужин, на полник, когда хотите, вот мясо, прям возведено в культ, и когда начинаешь говорить о том, что не кушайте мясо, мои казашки сразу, как это, а что тогда есть, я говорю, как, что есть, продуктов очень много, начинаешь перечислять, и просто-напросто, вот комфортнее, когда женщина может себе позволить, например, 6 дней она питается правильно, но вдруг она пошла на день рождения, и перед ней тортик, ну пусть она лучше этот кусочек тортика съест, и она получит больше удовольствия от жизни, она не будет себя ущебленно чувствовать, и будет результат лучше, опять же, мой личный опыт, когда я снижала вес после родов усиленно, вот он у меня встал, встал, я там снижала, считала калории, у меня там день по 200, по 300 калорий всего было, я не ем, какой ужас, у меня вес стоит, и только когда я плюнула на все, и взяла, меня пригласили на день рождения, я на день рождения взяла, наелась, я на следующее утро встала, у меня было минус 2 кг, вот представляете, насколько у нас животные инстинкты, да, внутри, вот, держат даже вес, потому что наше внутреннее подсознание, да, оно говорит, да, она завтра не поест, как это, я с голоду, она с голоду помрет, да похудеет, нет, вот это вот, здесь вот возьму, все равно немножко себе слабинку давать, если человек, например, не готов там отказаться от каких-то продуктов питания, лучше это делать постепенно, чем вот сразу, тотально, просто я через многое прошла, как угновенная женщина, меня маятник качал-качал, и уже в своих программах я стараюсь, чтобы женщин маятник поменьше раскачал, он будет раскачивать, но поменьше, что касается и сексуальности, начинает там усиленно тренироваться, 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 в результате, когда тоже, как это сказать, когда есть привязка к результату, то результат почему-то не приходит, а когда мы спокойно подумали, для чего мы практикуем, да, и начинаем практиковать, и уже просто кайфуя от процесса, тогда результат приходит быстро, вот, главное тоже быть непривязанным к результату, потому что высшие силы могут разный результат дать, вы можете практиковать, серьезные практики делать, и вас могут уволить с работы, вы подумаете, что это плохо, но потом окажется, что вам через день предложат работу, там, в два раза с лучшей зарплатой, да, поэтому тут вот главное быть в принятии, и не впадать в паники, когда вот какие-то не очень комфортные для вас события в жизни происходят. Да, я с вами совершенно согласна, и давайте, наверное, поговорим о том, что мы можем практиковать, да, вот, в нашей жизни повседневной, да, ну, не все мы можем к вам прийти на тренинг, к сожалению, вот, и, ну, и в принципе, не всегда у нас есть кто-то, с кем мы могли бы попрактиковать, вот именно, конечно, я всегда придерживаюсь такой методики, что лучше с учителем лично встретиться хотя бы один раз, да, чтобы он потом рассказал, но тем не менее, ну, в общем, сейчас нам интернет, конечно, дает очень много возможностей, обучения, и узнавания информации, информации много, и даже я знаю, что в России появился специальный термин, такой, умбилдинг, да, его называют, это вагинальные управляемые мышцы, и, то есть это как раз термин используется для процесса развития тренировки интимных мышц, и это очень-очень важно, потому что на самом деле, если мы поддерживаем наше сексуальное здоровье, да, тем самым мы его транслируем на наше физическое здоровье, здесь полностью наш организм оздоровляется, чем позже, опять же, у нас наступит климакс, как у женщин, да, тем моложе, и прекраснее мы будем выглядеть, и мы тренируем интимные мышцы, мы тем самым продлим свою молодость, это, в общем, очевидные вещи, которые сейчас уже, слава богу, многие понимают, если кто-то не понимает, послушав нашу передачу, обязательно будут убеждены, и я знаю, что вы хотели с нами какой-нибудь практикой поделиться, у плиты, да, можно, или что, какие есть советы, да, ну, советов может быть очень много, в основном, если это практики вонмилдинга, то там предлагаются различные тренажеры, да, я, насколько я знаю из личного моего опыта, мои клиентки, пройдя у меня семинар, я вообще даю, как бы, базовое, такое мастерство, без всяких, там, тренажеров, таких серьезных, но, зная себя, я тренажер даже не приобретала, у меня есть простое нефритовое яйцо, вот это для меня служит тренажером, и я рекомендую всем своим клиенткам, но, зная то, что женщины не будут специально, ну, 95% женщин не будут специально, со специальным дорогостоящим тренажером заниматься, вот это мой личный опыт, опыт моих клиентов, которые, пройдя семинары после меня в других местах, да, покупали эти тренажеры, и я через месяц спрашивала, ты практикуешь? Нет, не практикую, я говорю, ты зачем тогда это делала, да, надо все равно, раз деньги вложила во что-то, надо это использовать, ну, это тоже моя позиция, вот, и, из-за того, что у нас мало времени у женщин, да, свободного, ну, как, у молодежи, конечно, побольше времени свободного, а у женщины, когда есть дети, есть семья, то, конечно, уже поменьше времени. Я прошу прощения, Рита, а у вас сколько детей? Ну, у меня двое детей, и у меня уже скоро второй внук или внучка в феврале родится. Здорово. Вот, и, ну, я считаю, что хотя бы, хотя бы делать простые упражнения, это в йоге называется мулабанка, в гинекологии это называется упражнение кегеля, вот, можно также разделять различными мышцами, но просто если, совсем просто взять, если женщина никогда не занималась, очень трудно их разделить, да, мышцы, мышцы амуса и влагалища, промежности, это уже с опытом приходит, но если совсем просто объяснять, если мы будем втягивать влагалище, промежность и амус, вот давайте сейчас, если женщины сейчас нас слушают, и они могут это сделать, я думаю все могут сделать, если они за рулем, если они сидят, если они моют посуду, они это все могут сделать, вот втянуть мышцы и расслабить, втянуть мышцы и расслабить, втянуть и расслабить, если вы 50-300 раз в течение дня это сделаете, то тогда же, тогда вы будете уже энергетически наполнены, у вас будет хорошее настроение, у вас будут подтянутые мышцы, там много-много-много можно говорить, но вот именно вот это простое упражнение я всегда сравниваю как с зарядным устройством, потому что после 35 лет, если взять среднестатистическую женщину из СНГ, если вам 30 за 35, у вас в среднем 2 ребенка, да, муж либо вы в разводе, у вас есть работа, и у вас за плечами 1-2 аборта, потому что в советское время единственный способ предохранения, да, такой, ну не единственный, один из способов распространенных предохранения был аборт, а аборты, конечно же, тоже никакого здоровья нам не дают, вот, и имея такой вот букетик, мы к 35 годам уже начинаем терять энергию, считается, вот если это даоское направление, что после 30-40 лет, после 35-40 лет, женщина на 50% свою энергию теряет, и вот это вот банальное втягивание мышц тазового дна повышает нам энергетику, вот мы словно себя вставляем, да, так скажем, подзаряжаем в розеточки, и вот эту вот энергию, да, этот ток мы в себе вырабатываем, вырабатываем простым упражнением, вот если слушательницы первый раз вообще слышат о таких упражнениях, давайте сейчас вместе сделаем, тянем мышцы тазового дна, да, анус, влагалище, промежность, и расслабим, тянем и расслабим, умнички, и вот это упражнение можно делать всегда, да, кушать готовим, кашу там варим на завтрак, почему бы не сделать, это упражнение можно делать вне зависимости от того, до еды, после еды, там, вместо еды, это упражнение можно... То есть это вот этот замок, да, потому что банда, это замок, мулапанда, это оно не, ну не как вот другие замки, да, югические, допустим, у Диана Банха, который можно только на голодной желудке, да, то есть этот замок мы делаем, ну действительно он как замок, да, я поясню, потому что мы как бы все замыкаем, да, мы все, мы все втягиваем в себя, закрылись, да, то есть этот замок никаких противников, показаний не имеет, а во время... Во время месяца только, во время критических дней, конечно, не рекомендуется делать. А беременность? Обязательно. То есть во время беременности тоже? во время беременности может быть, нужно даже, чтобы наоборот, влагалище было эластичнее для будущих родов. И вот это простое упражнение, оно вот действительно заряжает, когда начинаем делать, то глаза начинают гореть, на лице возникает улыбка, и важно еще разделять, да, мышцы тела от мышц таза в дна, потому что если женщина, вот, ну я уверена, 90% женщин, кто делали сейчас впервые это упражнение, втягивая мышцы таза в дна, вот сейчас втяните, и проследите за своим телом. У нас сразу напряжены ножки, напряглось еще где-то в теле, напряглось лицо, да, вот, у всех разные места напрягаются, а важно отделить, отделить вот эти мышцы от мышц всего тела, и важно, чтобы они у нас отдельно работали. Почему? Потому что если мы начнем, ляжем в постель, и начнем там, ну что-то делать с мужчиной, да, благодаря этим мышцам, и у нас если где-то будет напряжение, или лицо будет каменное, напряженное, то мужчина испугается. Тут важно отслеживать все тело, это, опять же, это осознанность. Чем не нравится любая практика, она приводит к осознанности, если мы это делаем без автоматизма. И важно еще во время, вообще, не то, что во время проведения только практик, а во время нашей, просто, да, повседневной жизни расслаблять горлышко, расслаблять рот, потому что горлышко, это проекция влагалища, да, рот, это проекция половых губ, вот, глазки, это наши яичники. И когда мы здесь напрягаем лицо, да, то у нас энергетически напрягаются и наши половые органы, потому что это взаимосвязь верхних, верхних органов с нижними. Это важно делать, это важно осознанно осознавать, хорошо женщине побольше петь, да, это и прорабатывает горловую чакру, ну и в то же время понимаем, что энергетически укрепляя горло, мы энергетически укрепляем и наше влагалище. Все взаимосвязано, все работает, все практики, я считаю, что самые простые практики, самые невероятные дают результаты, потому что их легко выполнить. А если что-то сложное, не каждая женщина сможет сделать, и она просто это бросит на половину пути. Я совершенно с вами согласна, вот у меня в гостях как раз была одна из моих героинь, героиня Ольга Зупан, она из Словении, она инструктор йоги лица, и она как раз говорила о том, что через работу, через лицо, потому что это проекция наших внутренних органов, у нее женщины выходили из климаксов 50 лет, они начинали прорабатывать мышцы лица, и как раз вот случались такие чудеса, это был удивительный, конечно, пример для меня лично, потому что мы порой связь эту не прослеживаем, хотя она, в общем-то, очевидна. Вот вы сейчас сказали, я как сразу представила, вот картинку, да, визуализировала, все же очевидно, все самое важное, все самое нужное, оно лежит на поверхности, потому что мы очень часто, мы все так усложняем, мы пытаемся уйти вглубь, а хотя вот самые-самые простые вещи, они как раз нам дают наиболее эффективный результат. Вот, ну, еще, может быть, у нас еще есть немножко времени, поэтому я бы хотела, может быть, вы еще что-нибудь такое интересное нам расскажете, чем можно заниматься вот ежедневно, да, в каждый день, имплементировать в наш каждый распорядок дня. Да, обязательно для меня очень важное значение в нашей жизни имеют наши грудь, потому что после сорока, опять же, да, столкнувшись с небом, да, в своей жизни, я была в шоке, я говорила, что я практикую, у меня все хорошо, и тут у меня все, и грудь, и по-женски воспаление, да, это для того, наверное, надо было, чтобы я вообще сходила в больницу, все это прошла, все анализы, и чтобы мне врач сказал, что каждая первая, вот врач-онколог сказал, практически каждая первая женщина имеет мастопатию после сорока, сорока пяти лет, представляете, да, и у меня просто три близких знакомых умерла от рака груди, для меня это... Одно из самых частых женских онкологий здесь в США, да, поэтому это очень актуальная проблема. Вот, и, конечно же, я каждой женщине прям рекомендую заниматься своей грудью, это, чтобы грудью заниматься, не надо много времени, опять же, я привыкла все практики встраивать в повседневную жизнь. Вы лежите в ванной, ну, потрите вы свою грудь мочалкой так интенсивненько, да, усильте там кровообращение, потому что наши молочные железы имеют скудное кровообращение. Если вы под душем, да, гелью намажьте в груди, там, помассируйте круговыми движениями, толкните там грудь друг к другу, либо одну грудь возьмите ладошками, ее слегка прижмите, в вертикальном, в горизонтальном положении. Делайте вот все, что ваша интуиция вам подсказывает, да, возьми, почитайте что-то в интернете, но важно что-то делать, не просто отслеживать, да, когда у той или иной подруги проблемы с грудью, либо у вас возникнут, а важно не допускать, не допускать, и вы просто вот простыми поглаживающими движениями каждый день, вы просто улучшите свое здоровье. Еще моя любимая практика, которую я не встречала в хатха-йоге, может быть, в каком-то из направлений йоги она есть, но я ее встречала в тантре, это самая распространенная практика, в даосских, в даосском направлении это тоже очень распространенная практика, и в кундалини-йоге тоже в некоторых криях это есть, это встряска, встряска тела. Понятно, что мы не можем, не все могут позволить себе пробежки там утренние или еще что-то, просто встать и сгибая, разгибая колени, просто трясти все свое тело, просто встряхнуть, не так как, можно, да, и красиво это делать, как восточные танцы, но тогда это будет, так скажем, управляемая встряска. А вот важно отключить голову и просто почувствовать свои стопы, почувствовать энергию земли, идущую через стопы ваше тело, и просто как будто толкая землю от себя стопами, начать встряхивать все тело. Когда тело все встряхивается, у вас, да, предварительно снимите бюстгальтер, вот, грудь колыхается, опять же, тот же самый массаж вы получаете, все тело сотрясается, уходит, опять же, это как массаж, да, во время пробежки, очень мощный массаж внутренних органов, встряска, она же дает массаж, вот, это тоже имитация, можно сказать, пробежки, вот, и вот вытряхиваем все негативное, все ненужное, ну, можно, опять же, визуализацию делать, можно вообще просто отключиться, поставить какие-нибудь барабаны, исследовать ритм, встряхиваться, буквально 5 минут вы энергетически, вот, как будто вы позанимались серьезной какой-то практикой, да, это можно сделать, если вы на работе чувствуете упадок сил, то это можно сделать, зайдя там даже в туалет, можно, если вы в компании, вы хотите улучшить настроение, находясь в ресторане, вы тоже можете уделиться и встряхнуться, вот так вот, для этого не надо не, много места, не надо никаких приспособлений, вот эта простая практика, она, ну, она вообще колоссальна, она уменьшает вес, я, когда у меня приходят девчонки на программы, это первое условие, одно из первых условий, есть там много условий, да, чтобы достигнуть успеха, но встряска тела, это одно из главных условий, чтобы девчонки выполняли, потому что встряска тела, она повышает нашу, не повышает, а дает больше энергии, движение энергии в нашем теле, можно много-много говорить, но вот встряска, это вообще колоссальная практика, но она простая, опять же, все гениальное просто, можно визуализировать, да, во время втягивания мышц таза во дна, можно прям представлять, вот втягиваем мышцы таза во дна, и представлять, что энергия поднимается вверх до макушки, на вдохе, а на выдохе мы расслабляем мышцы таза во дна, и эта энергия растекается по всему телу, очень много практик, они все вот энергетические, да, они все связаны, не все, а многие связаны именно с мулабанкой, и удеянной банкой, и с горловым замком, да, что это делать, просто-напросто, когда мы втягиваем, что энергетически происходит, мы втянули мышцы таза во дна, мы толкнули энергию до диафрагмы, если мы делаем диафрагмальный замок, ну, удеяна банка, то мы поднимаем энергию еще выше до горлышка, и опуская голову, да, делая горловой замок, мы поднимаем энергию еще выше, а банки служат, служат так, как для энергетического, да, для продвижения энергии, они также служат для оздоровления, воздействие колоссальное, да, также эти все замки, ну, не все, вот, если мы, например, удеяна банку делаем регулярно, то это, конечно же, ведет к оздоровлению внутренних органов, и удеяна банка, она также, если вы чувствительны, она также, подтягивает мышцы тазово дна, и влагалище прям удлиняется, оно становится эластичным, я люблю вот, удеяна банку делать во время собаки морда вниз, во время... Да, это очень хорошая практика, да, я согласна совершенно. полумост, когда мы делаем тоже, если мы добавим в полумосту удеяна банку, то мы четко прям, вот особенно в полумосту, очень хорошо получается вытяжение мышц влагалище, вот прям хорошо, вот главное это все прочувствовать, главное опустить свое внимание, да, в наши мышцы тазово дна, опять же, куда внимание, туда энергия, мы наблюдаем свое внимание. Спасибо огромное, у нас уже, мне уже показывают, что наше время истекло, вот я бы так и говорила, говорила бы прям с вами на одной волне, спасибо вам огромное, вот я хочу нашим радиослушателям еще посоветовать посетить обязательно ваш сайт, потому что у вас очень много полезных статей и открытой информации, не обязательно к вам приезжать в Казахстан, а можно даже вот через интернет очень много получить, гера.кз, очень простой адрес, и можно зайти на сайт к Маргарите Булдаковой, спасибо вам огромное, невероятно интересная передача, невероятно полезная информация, с нами сегодня была Маргарита Булдакова из города Уральска, инструктор по йоге, мастер женских практик и просто очень красивая женщина, я вам очень благодарна, и оставайтесь с нами по четвергам в программе «Женская гостиная», с вами была Анастасия Хрущинская, спасибо и до свидания. До свидания.